Добрый день! Расскажите, пожалуйста, про аскезы для женщин. Не знаю, почему это спрашивают у меня, но я могу, может быть, описать принцип аскезы и конкретно, может быть, как этот принцип применим для женщин. Тот, кто задает этот вопрос, спросит у людей, которые в этом больше разбираются, у женщин, которые совершают аскезы. Но если принцип аскезы разобрать, а что такое аскеза? Аскеза – это когда человек принимает какие-то трудности, внимательно послушайте сейчас, аскеза – это когда человек принимает какие-то трудности, ограничивает как-то себя для того, чтобы получить то, что он хочет. Приведу пример. Если вы хотите получить диплом психолога, допустим, для этого нужно совершить аскезу. То есть хочется гулять, петь, веселиться, но нужно остановиться и пойти в университет. Это аскеза, потому что там нужно сидеть, там нужно погружаться в изучение. И благодаря этой аскезе, в течение пяти лет, если вы эту аскезу делаете, то в конце этой аскезы вас ждет диплом психолога. Уловили, да? То есть аскеза мы, значит, как-то себя усмиряем, свои чувства усмиряем, чувства, ум усмиряем. И, допустим, человек хочет разбогатеть. Тоже надо аскезу совершить. Вместо того, чтобы, я не знаю, какой-то ерундой заниматься, нужно погрузиться в изучение, нужно налаживать контакты, нужно бизнес-процесс какой-то изучить, сделать так, чтобы он заработал. Но люди ночами не спят, я знаю. Очень много работают. Это аскеза. Зачем заработать денег? Поэтому принцип аскеза, когда человек усмиряет свои чувства, контролирует, управляет вот этими своими побуждениями, так, чтобы достичь своей цели. Цели у людей могут быть разные. Поэтому аскезы разные. Есть глупые аскезы. Пагавадгита подробно описывает принцип тапы или аскезы и говорит, что она может быть в разных гунах. Есть идиотские аскезы. Когда человек просто делает глупости. Например, он говорит, я хочу разбогатеть, я хочу денег. Окей, но надо же что-то делать. Да, я буду стоять на ушах. На ушах буду стоять. И через пять лет стояния на ушах, мне придут, мне упадут сверху деньги. Никогда этого не произойдет. Это глупость просто. Вот это называется глупая аскеза. Когда человек не знает механизмов никаких, не спрашивает ни у кого ничего, и просто что-то придумал свое и делает эту аскезу, ничего хорошего, кроме разрушения, он не получит. Вот есть люди разумные, они спрашивают, хочу диплом психолога, что нужно сделать? Нарисовать может быть? Нет, это не сработает. Надо пойти учиться. Хочу денег заработать. Ты бизнесмен? Нет, иди на работу просто. Это твоя аскеза, идти на работу. И вот точно так же у женщины, женщины тоже в зависимости от того, что они хотят, они делают разные аскезы. Поэтому спрашивайте, объясните, какие аскезы предназначены для женщин. Это зависит от того, что женщина хочет. Допустим, если женщина хочет сохранить свою семью, то есть для нее это важно, то для нее нужна ее аскеза быть терпеливой. А как без терпения? У меня один дорогой для меня друг, психолог, открытие для меня сделал. Он рассказал, он же принимает людей, рассказывает там разные интересные случаи. И говорит, пришла одна женщина из традиционной такой ведической семьи, уже в возрасте. И он посмотрел ее гороскоп, и он сказал ей, так вы уже, наверное, пятый раз замужем. Она говорит, нет, вот мы поженились, и вот я до сих пор все нормально у нас, на 55 месте живем. Подождите, но у вас в гороскопе вот такие вот вещи, это же развод. И тут до него доходит, до него доходит, что раньше, когда, ну, вот эта вот культура была жива в людях, у всех в жизни есть какие-то трудности, по судьбе есть трудности. Но просто люди, когда раньше жили в традиции, воспитывали правильно, то эти трудности не были поводом для развода. Поэтому просто жили нормально, все хорошо. Но сейчас из-за того, что люди стали слабыми, из-за того, что, ну, вот это вот, аскетизма нет, то любой, знаете, там что-то там, кто-то мусор не вынес, ну, все, мы разводимся. Вот поэтому, если мы говорим про женские аскезы, то если для женщины важно сохранить семью, ну, принцип есть такое, терпение проявлять. Если для женщины важно духовное развитие, да, как-то вот взаимоотношение с Богом, то тоже есть свой образ жизни, своя аскеза. И часто люди думают, что духовная жизнь означает уйти в монастырь. Конечно, есть на Руси, на Руси у нас, в России у нас есть женские монастыри, но для большинства женщин это не путь. Это исключение, это редкие души, которые могут отречься от всего и посвятить себя полностью только молитве. Для большинства женщин, как ни странно, духовная практика подразумевает, что принять, то есть два вида аскез, это духовная аскеза, в смысле молитва. И вторая вещь, это нужно быть женщиной, то есть вот нельзя отвергать тело, в котором ты находишься. То есть еще раз, в зависимости от того, что хочет женщина, будут разные аскезы, которые ей необходимо совершать, чтобы достичь своей цели. Вот. Но принцип аскезы, еще раз, это когда человек проходит через трудности, управляет своими побуждениями для того, чтобы достичь цели, которую он поставил. Вот. Зависимо от цели, разные будут аскезы. Поэтому разберитесь, вы как женщина, что вы хотите. И под это будут разные аскезы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова